Всем привет, друзья! Всех приветствую на моем канале! И сегодня я буду делать серебряные швензы, французский замок. Есть прикольные штучки, модные, стильные, молодежные. Штучки прикольные. Это стаканчики в виде коктейлей, стилизованные под коктейли, баночка с коктейлем. Так вот, я хочу вот эти вот штучки сделать как серьги. И для этого я и буду изготавливать швензы, французский замок. Сейчас все покажу и, естественно, расскажу все в процессе изготовления замков швенз, французский замок. Смотрите, ребята, какие прикольные штучки. Вот такие вот, типа, баночки с коктейлями. Вот такие там долечки апельсинов. Вот, с трубочкой. Ну, типа, коктейль. И вот такой вот прикольный вариант есть. Вот какой-то молочный коктейль, взбитые сливки. Вот такая вот баночка с каким-то ежевичным коктейлем. Как вам такая задумка? Думаю, будет прикольно. Да, вот такие вот коктейльчики. Вот здесь есть такие вот дольки апельсинов. А здесь вот какая-то ежевика. А там взбитые сливки. Не знаю с чем, со сгущенкой. Из серебра сделаю замки. Для этого мне нужно будет серебром. Вот у меня здесь есть коробочка с серебром. Да, вот такой он брусочек. Сейчас я прокатаю на вальцах в более тонкий квадрат, чтобы смог тянуть через фильеру проволоку. Продерну проволоку на фильере. И уже буду изготавливать замки. Вот проволока. И последнюю... Сейчас дырочку дерну. Последнее отверстие. Сделаю швензу миллиметровую. Миллиметр. Единицу. То есть, вот она единица у нас. И через калибр единицы продерну. Обычные пассатижи, плоскогубцы. В общем-то, вот так поджимаю. И вытягиваю. Естественно, все продернуто с парафином. И в процессе того, как я тянул проволоку, два раза отжигал по ходу, чтобы проволока тянула все хорошо. И без всяких заусенец и заломов. Так, ребята. Теперь берем вот такой вот инструмент. Смотрите. Вот, видите. Нужно сейчас сделать иголочку. Ушко, как у иголки. Обычно щвейные иголки есть ушко. Все вы знаете, как оно выглядит. Вот, берем вот этот кончик и вот сюда вот. Вот так раз. Теперь беру вот так. Сюда на самый практически конец. Здесь под конус заточен один носик. Этот задает диаметр. Мне не надо большое ушко. А вот практически на самом конце будет идеальный диаметр для иголочки. Для ушка иголочки. Вот так, видите. Вот так раз. И загибаю. Вот, видите. Вот, получилось вот такое ушко. Ушко иголочки. Сейчас подправим. Вот так. Раз. Вот так. Делаю. Отлично. И немножко теперь нужно выправить, выгнуть в другую сторону. Беру так пассатижи. Загибаю. Фиксирую. И вот так делаю. Хоп. Еще чуть-чуть немножко нужно. Серебро мягкий, металл, поэтому его можно гнуть довольно легко, как угодно, под любой мранус. Вот что получилось. Вот ушко иголки. Теперь немножечко подогну это ушко, чтобы у нас было все плотно. Вот так раз. Подогнано. Без зазоров. Вот. Отлично. Ну и нужно сейчас отрезать длину иголки. Ну, я не знаю. Примерно вот так, наверное. С запасом. Сколько здесь получится? Наверное, два с половиной сделаю. Два с половиной. Вот так меточку ставлю. Рисую. И теперь бокорезы вот такие бокорезы. Сейчас нужно откусить. Где я отметил. Вот так раз бокорезами. И откусываем. Вот получилась такая иголочка. Видно? Да. Обычная иголочка. Ну, а сейчас сюда добавим декорацию. Еще одни элементы. для более полной объемной картины. Тут был набор полный гарнитур. И оно будет лучше выглядеть, чем одна деталь. Одна швенза. А в гарнитуре будет выглядеть более наполненно будет выглядеть швенза, чем просто какая-то обычно голая деталь. Для гарнитура на швензу вот я нарезал с проволоки вот такие гвоздики. Ну, вот обычные простые гвоздики нарезал 15-миллиметровой длины, то есть, полтора сантиметра. И сейчас я с этих гвоздиков сделаю шарики. то есть, я сплавлю в шарик. Каждый гвоздик сплавлю в шарик для элементов гарнитуры. Для работы маленький пистолет. Сейчас каждый гвоздик флисую, профлисовываю. Прямо вот так на паяльной доске собираю в шарики. гвоздики собрал. Вот теперь буду ровненько собирать шарик на брусочке на деревянном. Вот деревянный брусочек. Вложу шарик. И снова расплавляю. На деревянном брусочке ровненько хорошо собирается шарик. Вот так расплавил. Все. Понастыл. Теперь второй точно так же. и вот ребята еще накрутил из этой же проволоки только немножко меньшего диаметра. Вот соединительные звенья будут вот такие вот отсюда накусаю колечки для того чтобы соединить звено швензу с вот этим коктейль 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 и вот такую вот еще ребята проволоку накрутил вот это будет как дополнительный элемент гарнитуры меньшего диаметра эту проволоку догнал до до 0 5 и на ригель однерку накрутил тоже будет как украшение пополнит картину французского замка а шарики пока кинул отбил закипятил пусть будут пока отбеливаться нужно засверлиться в зерне в этих шарики для этого я делаю вот так сюда клей суперклей вот так раз на финагель и приклеил вот так раз капельку и приклеиваю тут надфилем аккуратненько легонечко по шапке вот спилы сделаю это для того чтобы можно было по центру зерна засверлиться вот так спилы делаю для того чтобы натерниться и засверлиться здесь нужно в зерне просверлить отверстие до конца и мы каждое зерно после наденем на иголочку теперь сейчас я и засверлюсь вот прямо обычно сверлом в патроне без кернения без ничего просто просто как есть короче сейчас засверлюсь на парафин на парафин не вот постараться более менее ровно засверлиться да может плясать сверло при этом можно не попасть по центру но это все зависит от заточки сверла и сноровки ну вот так раз и следующее будем набирать гарнитур вот зерно вот раз на иголочку закинули и теперь проволоку спираль вот пружинку закинуем раз он так такого формата ну вот примерно вот так получается теперь можно уже делать саму швинзу так раз загиб делаем примерно где то вот так вот такой ригель и сейчас вокруг рингеля загибаем желательно рингель штамп был зафиксированный либо в тисочках либо в струбцине но так как можно загнуть и без струбцины то сейчас обогнем вот такую вот без струбцины вот так раз видите вот так получается вот такая форма получилась примерно берем вот так на середину раз чтобы вот это совпадало с загибом и вот так загибаем кончик вот так вот видите собственно говоря и все теперь выгнем чтобы она ровно была ну а сюда оденем есть у меня такие капроновые люверсы вот так и сейчас одену сюда люверсы смотрите вот такая вот капроновая штучка есть раз ну вот как я думаю здорово ну вот французский замок швинза готова точно так же сейчас соберу и все остальные да ребятки все собрал полностью гарнитуру на французский замок швензу вот так выглядит смотрите я думаю что так будет более полная картина наполнена чем просто обычно голая пустая швинза ну так вот зерно плюс спираль и плюс сама швинза ну и все собственно сейчас можно уже цеплять швинзу на вот такой вот коктейльчик так вот соединительное колечко звено сейчас я его немножечко разведу так чтобы можно было сцепить сцепить так раз вот заводим коктейльчик вот такой коктейльчик и саму 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 вот саму швинзу так цепляем вот вот и снова сводим есть есть о о ребята какая красота да симпатично ну я думаю симпатично почему бы и нет вот стильно модно молодежно да и точно так же вторую разводим развели цепляем завели так так и вот так сводим а так раз раз о великолепно а как вам такое искусство я думаю великолепно нормально нормально стильно модно молодежно актуально пошел какой-нибудь клубешник по коктейльчику и все в жюри да в общем также продолжу все с остальным следующие третьи сережки все точно так же заводим швензу цепляем так направление как бы нет висеть вот так раз запустили и сводим вот так раз о готово как вам такое как вам такое отлично какие стаканяки прикольно напишите в комментариях свои мысли веселенькие сережки сережки или или что-то с ними не так я думаю что прикольно вот вот так выглядит как вам такое как вам такое вот такие коктейльчики вот такие вот апельсины апельсины вот такая вот что это ежевика или черника и долечки ну и вот такой вот молочный коктейль взбитые сливки ну вот собственно и сами швензы французский замок на этом все ребята работа завершена вот такими получились серьги стильные модные молодежные с такими простыми замками как французский замок швенза легко одеваются легко снимаются при этом не доставляют дискомфорта какого-либо на мочках и носятся удобно и великолепно такой видос кому понравилось видео ставьте ставьте лайки пишите комментариях свои мысли по поводу изготовления таких замков на серьги как французский замок швенза я думаю что довольно прикольные получились серьги такие веселенькие игривые а на этом все до следующих видео работ и всех с наступающим новым годом до 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 Продолжение следует...